Общественность, средства массовой информации, это огромная сила. Благодаря именно общественности, благодаря тому, что СМИ подняли вот такой вот хай-вай, будем говорить, серьезный разговор относительно легластрадинг, не прошла эта чешская сомнительная кампания и отказались от этой кампании. Я считаю, что, Олег Беджишинкович, вы очень правильно сделали, что собрали этот круглый стол, потому что вот эта животрепещущая ситуация и вопрос этот должен сегодня обязательно обсуждаться, и мы должны высказывать свое мнение. Я полностью согласна с вами, Марат Иманкович, по поводу работы вот этой так называемой комиссии, которая создана. Слушайте, ну действительно нашли мелких сошек, пообъявляем выговора, а где главные ответственные? Где премьер-министр, который 386 миллионов долларов одобрил на модернизацию, когда нам сегодня Олег Беджикшинкулов говорит, что новую ГЭС построили там за 200 с чем-то там миллионов? Это что такое? Амангель Дэшакирович, вы как бывший премьер-министр, когда вам бы подсунули такой документ, наверное, прежде всего пригласили бы экспертов и сказали, «Ребята, это куда столько денег мы должны вбухать? Это реальные цифры или нереальные?» Поэтому я считаю, правильно сегодня Зульфия сказала, надо начинать с премьер-министра Джанторо Чултошевича, который я глубоко его уважаю. Почему этот премьер-министр, значит, внес такой законопроект и такой проект Джугур-Кукинеш? Надо сегодня этой комиссии, которая создана, начинать с этих депутатов, которые пролоббировали, которые съездили в Гонконг за счет этой китайской компании, значит, во главе с Ченебаем Турсунбековым. Они пролоббировали. И в первую очередь это Османбек Артыкбаев, который министр энергетики. Он больше всех там выступал за этот проект и больше всех, значит, там, всех убеждал и уговаривал, что надо этот проект в таком виде принять. Почему комиссия рассматривает вопрос, Артыкбаева нет, он уехал в Соединенные Штаты Америки? Да запретить ему вообще выезжать из страны в такой ситуации. Мы уже знаем министров, которые наворовали, удрали, пять лет их не было, а потом они явились и шито-крыто, и гладкие взятки, взятки-гладкие. Потому что вот безнаказанность, потому что никто ни за что не отвечает, порождает то, что каждый последующий делает еще хуже предыдущего. Поэтому я считаю, что комиссия, которую Джугур Кукинеш создал, она не объективна. Я сама, как бывший депутат Джугур Кукинеша, вы знаете, была членом комиссии по расследованию убийства Медето Садыркулова. И вы помните, как, хотя дело было шито белыми нитками, приняли такое решение, какое надо было вверху стоящим. Поэтому правильно, Марат, вы предлагаете, что должны быть в комиссии независимые эксперты, независимые люди, которые должны сегодня со всей строгостью спросить за то, что вы правильно говорите, что мы могли бы попасть вообще в коллапс. Кто ответит за то, что заболели груднички, которые вообще были заморожены, старики и женщины старые, которые не могли купить этих обогревателей и мерзли эту неделю. А как еще обогреваться, если свет выключали? Это вы правильно говорите, я об этом все время говорила. Это хорошо, что мы отделались легким испугом, а могли бы еще более страшные последствия этой аварии. И поэтому вот это сегодня поглаживание, значит, обхаживание, значит, кто-то виноват, а кто-то не виноват, такого не должно быть. Начиная с президента страны, который лоббировал таких министров энергетики, дилетантов, я согласна с вами, может, они в аптекарском деле что-то и соображают, а в энергетике уж точно не соображают. Их ставят, значит, во главе таких серьезных стратегических отраслей, как энергетика. Вот со всех надо спросить по полной строгости. Вот тогда народ скажет, да, действительно, в этой стране есть власть, есть политическая воля, есть в конце концов общественные деятели, политические деятели, есть общественность, которая не дает сегодня хорошо, так гладенько и симпатично жить этой власти. Спасибо.